Эй, йоу, всем здарова, с вами снова Акикфок, и в этом видеоролике мы поговорим о возвращении старых и появлении новых героев в сюжет Фортнайта. Ну а перед началом ролика я очень прошу тебя поставь лайк и подпишись, если еще не подписан, ну и конечно же напиши комментарий, что очень сильно поможет в продвижении видеоролика. Ну и обязательно досмотрите этот ролик до конца, ведь в конце будет интересная инфа. Ну а мы погнали! В этом видеоролике вы узнаете, где впервые появился Хром во второй главе, что стало с Мидосом и где он сейчас находится, и как Гена может повлиять на события ивента в конце этого сезона. Как мы все знаем, тематикой четвертого сезона третьей главы является Хром, который на первый взгляд показался нам какой-то новой, необычной и возможно даже опасной сущностью. И многие игроки до сих пор задаются вопросом, а что же все-таки это такое Хром? Из сюжетных заданий Адепта мы узнали, что Хром является так сказать даром нового злодея небытия и каким-то образом связан с последней реальностью. Но вот откуда он появился на острове и где именно экспериментатор и исток смогли его обнаружить, нам так и не сказали. На острове нет никаких следов, откуда бы мог появиться Хром. Единственное место, где мы могли увидеть Хром до выхода четвертого сезона, так это стартовый остров. Но тогда вопрос, как он там оказался? Не может же быть, что нулевая точка каким-то образом сама смогла призвать Хром на остров? Или может? В третьем сезоне третьей главы мы уже видели, как нулевая точка приносила на остров различные реликвии, как из прошлых сезонов, так и из прошлых глав. И возможно именно из какого-то прошлого сезона нулевая точка также смогла выцепить сгустки этой враждебной жидкости. Но вот откуда? В каком сезоне первой или же второй главы мы также смогли столкнуться с Хромом? Поначалу я и сам не мог вспомнить, где же еще видел упоминание Хрома в игре Фортнайт, но потом я вспомнил 16 сезон. Сезон, где некоторые скины из боевого пропуска имели дополнительный хромированный стиль. Да, я понимаю, что кто-то может подумать, что это просто дополнительный стиль и в этом нет ничего мистического. Но вы только подумайте. Креативный директор Дональд Мастарт постоянно говорит нам о том, что сюжет их игры прописан на несколько лет вперед. Да и сами датамайнеры и разные ютуберы по Фортнайту уже несколько раз подтверждали, что все, что не происходит в Фортнайте имеет какой-то смысл. И поэтому в этом ролике я буду придерживаться того, что все это не просто так. Ведь как вы знаете, еще в 15 сезоне у нас произошел так называемый нулевой кризис, или же кризис эпицентра, который чуть не уничтожил нулевую точку. Но на тот момент к нам пришел основатель и запечатал себя вместе с нулевой точкой, тем самым предотвратив раскол реальности. Ну а после мы все видели, как появился шпиль, который состоял из хрома и в котором нулевая точка полностью восстановилась. Это не остановить! А зато я знаю, как сдержать шлейф. Он решил запечатать себя. Стой! Не надо! Мы не уйдем, пока не закончим. Нужно помочь. Вперед! Субтитры создавал DimaTorzok Джоунс! Другой возможности не будет! Печатай эпицентр и перегрузи прибор! Перегрузить прибор? Я же останусь в петле! Придется выбираться с боем. Что бы ни случилось, не оставайся. Я найду тебя, и ты мне все расскажешь. Даю тебе слово! И поехали! И даже на фандом Википедии Фортнайта говорится об этом. Шпиль определенно был сделан из хрома сердцевины, которого на тот момент стал осколок куба. Но почему именно он? Возможно, когда основатель пытался закрыть нулевую точку, он не осознавая того, использовал незнакомые ему материалы по типу хрома. Но чтобы запитать все это дело энергией, он использовал осколки куба. Но это чисто мое предположение. Потому как нам до сих пор не объяснили, откуда в шпиле были части куба, и как Розиэль смог заполучить осколки этих частей. Но это не важно, ведь благодаря этому мы узнали, что впервые хром появился еще в 16 сезоне, и тогда его появлению послужила нулевая точка. Ну и в третьем сезоне третьей главы, нулевая точка с помощью вестницы, которая уже находилась на острове, смогла случайным образом принести на остров хром, который и дал вестнице ее хромированные способности. Ну а теперь давайте поговорим и о Мидосе, которого наконец затизерили в обновлении 22.30. В этом обновлении разработчики добавили в игру граффити, на котором изображена рука Мидоса, покрытая хромом с описанием серебро и золото. Не знаю, конечно, о каком это таком серебре здесь идет речь, ведь очевидно, что это хром. Но кроме этого, в одном из еженедельных заданий нам нужно было передать послание вестницы всем жителям острова. Большинство NPC отвечало неинтересными фразами, но вот агент синдиката Иви сказала, что после услышанной информации ей скорее нужно кое с кем связаться. И это все наталкивает нас на мысль, что или она пошла связываться с Мидосом, или же с главой организации синдикат мира. Ведь они уже разместили на острове воздушные трамплины, на которых будут стоять самолеты. И возможно, как раз таки эти самолеты помогут нам избежать хрома на ивенте этого сезона. Ну а если предположить, что Мидос и есть глава синдиката мира, то сразу становится ясно, как хром может быть побежден в конце этого сезона. Ведь что силы золота Мидоса, что хром поглощает все, к чему прикоснуться. И мне было бы очень интересно, кто из этой ожесточенной схватки хрома и золота выйдет победителем. Ну и я не устану повторять, что сам Дональд Мастарт уже подтвердил возвращение Мидоса в сюжет Фортнайта. И все, что нам остается, так это ожидать его появления в конце этого сезона. Ну и кстати о конце этого сезона. Вы вообще замечали, что недавно его передвинули. И теперь сезон заканчивается не 3 декабря, а 2. А это значит, что у нас будет либо долгий простой серверов перед началом нового сезона, либо что-то еще. Ну а в твиттере инсайдер Том Хендерсон и вовсе сказал, что потому что он уже видел, у нас будет ивент, потом 12 часов мы будем за чем-то наблюдать, как мы наблюдали за черной дырой перед второй главой, или же за бревном перед третьей главой. Ну а после 4 часа простой серверов и запуск нового сезона. И будет ли новый сезон уже в новой главе, пока неизвестно. Но учитывая все то, что перечислил инсайдер, это вполне вероятно. Ну и также давайте не будем забывать и о ключевом злодея Фортнайта, а то есть о Гене. Я думаю вы уже смотрели разбор 5 выпуска комикса Фортнайта и Марвел Нулевая война, где нам впервые раскрыли этого впечатляющего персонажа. Почему впечатляющего, спросите вы, а потому что, если мне не изменяет память, это единственный персонаж всего сюжета Фортнайта, которого раскрыли с двух сторон. Со стороны злодея и со стороны героя. Ведь как вы знаете, на протяжении всего сюжета Фортнайта нам представляли этого персонажа, как самого могущественного злодея, управляющего такой же злодейской организацией. Нам на протяжении нескольких лет вдавливали, что Семеры хорошие, а Орден Петли плохие. Но так ли это на самом деле? В конце 5 выпуска комикса нам раскрыли Гена как персонажа, который как и Семера хотел защищать все реальности и поддерживать баланс во всем мире. Он в отличии от Семерых осознавал, что будет, если перестать контролировать нулевую точку и оставить ее в покое. Но мы же и сами видели, что когда нулевую точку освобождали и она никем не контролировалась, у нас происходили ужасающие события, что сейчас и происходит у нас на острове. Возможно, в предсмертной речи Гена предупреждал нас именно об этом. Возможно, он знал о последней реальности Королеве Кубов Небытие и Хроме. Ведь как по-другому можно объяснить его слова? Даже перед лицом смерти он беспокоился о безопасности других реальностей и просил основателя взять ответственность за защиту других реальностей, с чем тот пока, как мы видим, не справляется. И если у Семерых не получится остановить последнюю реальность, ему придется снова вернуться. Да-да, Гена все еще жив, потому как на последней странице комикса нам показали, что он все же смог восстановиться после падения в нулевую точку. Восстановился ли он сам или же ему кто-то помог, мы пока не знаем. Но держите в уме, что нам до сих пор не раскрыли богов петли, которые упоминались в комиксе про Бэтмена. Но это даже и не важно, ведь как мы увидели из комикса, Гена находится на совсем ином уровне. И я думаю, он способен в одиночку справиться как с Небытие, так и с Вестницей. Но чтобы эпики могли достойно ввести его в сюжет игры, им нужно рассказать его предысторию, для чего им может понадобиться скин молодого Гена, который засветился в опроснике. Но как можно рассказать его историю, не показав откуда он родом? И для этого как раз таки и понадобится новая карта Астерия, события на которой будут развиваться еще задолго до начала первой главы. Напишите в комментариях, что вы думаете о Гена, злодей он или же герой? И сможет ли Мидас с помощью своего золота одолеть Хром? Мне будет очень интересно почитать, что думаете по этому поводу лично вы. Ну а вот комментарии чуваков из прошлого ролика. А вот то, о чем я хотел с вами поговорить. Как вы видели, недавно я выложил ролик с анонсом своего турнира Fortnite Legacy. И хотя я и не ожидал какой-то большой реакции на этот ролик, но 400 просмотров. Вы серьезно? Я хотел провести реально крутой турнир, на стриме которого я бы впервые пообщался с вами вживую. И для этого я даже выделил призы за первое, второе и третье место. Но по вашей реакции я понял, что вам это не интересно. Поэтому я вернусь к обычным сюжетным роликам и не буду вас утомлять каким-то активом на канале. Ну а на этом у меня все. Если хотите увидеть и услышать продолжение всей этой истории, то наберите на этом ролике 200 лайков. И по ходу выхода информации выйдет новый ролик. Ну и также не забывай, что у меня есть свой Discord сервер, в котором в случае моего повторного ухода или же блокировки Ютуба, я смогу делиться новой информацией по новым роликам. А с вами был КикФок. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok